Щипцы для колки орехов, автор знаменитого на весь мир романа «Три мушкетера» и великая музыка русского композитора Петра Ильича Чайковского. У этих трех явлений на первый взгляд нет ничего общего, но это только на первый взгляд. Более двухсот лет назад Эрнст Теодор Гоффман придумал рождественскую сказку. Сочинил он ее всего лишь для того, чтобы развлечь фрица и Мари детей своего друга. Они и стали ее действующими лицами. Главным персонажем он сделал игрушку-орехоколку щелкунчика. Сказка эта получилась настолько удачной, что вышла в сборнике детских сказок, а вскоре была опубликована и отдельной книжкой. Приключения заколдованного в щелкунчика принца так понравились читателям, что Александр Дюма отец пересказал ее для французских детей, назвав уже историей щелкунчика. И вот в конце 19 века Петр Ильич Чайковский написал музыку к балету, в основу либретто которого и лег пересказ Александра Дюма. Спектакль вошел в сокровищницу мирового балета. Уже больше века он не сходит с театральных сцен мира. Сегодня в историко-культурном центре видновских школьников знакомились с магией этого шедевра. Он у нас, он неизвестен. И вот парыкино заходят, и он начинает с небольшого лета. Ирина Москаева, методист историко-культурного центра, знакомила ребят и с историей создания произведения, и непосредственно с самим балетом. Спектакль, хоть и сказочный, но это все же балет. А у балета свои средства выражения. Здесь нет слов, здесь есть только музыка и танцы. Поэтому за нитью повествования достаточно сложно следить, а тем более это второклашки. Однако мои опасения казались напрасными. Ребят буквально захватила инструментальная и хореографическая магия русского балета. Музыка балета, она заставляет человека вникнуть в то, что происходит на сцене. Ведет музыка. А танец, он как волшебство. Он привлекает, он магнетизирует. И смотрите, дети внимательно следили за действиями главных героев. И они отметили своих полюбившихся героев. А кто тебе из персонажа больше всего понравился? Сам Шелкунчик. А почему он тебе понравился? Ну, не знаю, вкус у меня, наверное, такой. Мне больше всего из персонажей понравилась Мария, потому что она очень красиво танцевала и совершала добрые поступки. Я сейчас смотрела балет Шелкунчика, и мне очень понравилось, как там танцевали. Мне нравится танцевать балет. По словам директора центра, цель подобных мероприятий – привить любовь наших детей к шедеврам отечественной культуры. Всегда наша классическая музыка считалась гордостью России. Поэтому мы считаем необходимым, чтобы наши дети были знакомы с такими классическими композиторами, как Чайковский, Римский-Корсаков. И мы на наших мероприятиях рассказываем об этих композиторах. Следующая музыкальная встреча состоится в воскресенье. Вход свободный. Следите за афишей на нашем телеканале. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.